Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы Кинофреш. И сегодня вас ждут премьеры на любой вкус. Селфи с Константином Хабенским, Тони против всех с Марго Робби, Короче Александра Пэйна, а также три билборда на границе Эббинга-Миссури от Мартина Макдоны. Так что по традиции все самое интересное из мира кинематографа прямо сейчас на ваших экранах. Субтитры создавал DimaTorzok и режиссер и продюсер Мартин Макдона плотно сотрудничает со своим братом Джоном Майклом Макдоной и имеет практически безупречную репутацию, ибо работ у него совершенно немного. За свою полнометражную карьеру он снял всего два фильма. Зато каких? Залечь на дно в брюге и семь психопатов. Но по всей видимости главный хит младшего Макдоны поджидает нас в кино как раз на этой неделе. На экранах три билборда на границе Эббинга-Миссури. Итак, Милдред Хейс, зачем вы арендовали эти билборды? Мою дочь Анжелу убили семь месяцев назад. Спустя несколько месяцев после убийства дочери Милдред Хейс преступники так и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается на смелый шаг, арендуя на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. Когда в ситуацию оказывается втянут еще и заместитель шерифа, инфантильный маменькин сынок со склонностью к насилию, офицер Диксон, борьба между Милдред и властями города только усугубляется. Ты это серьезно? Благодаря блестящей прессе и отзывам три билборда стали одним из главных фильмов наградного сезона. На его счету уже «Золотой лев» за лучший сценарий, а также три премии гильдии актеров, ну и четыре золотых глобуса. Два актерских для Фрэнсис Макдорманд и Сэма Рокуэлла, а также один сценарный и, по сути, главный глобус за лучший фильм в категории драма. На грядущем «Оскаре» картина так и вовсе выдвинута в семи основных номинациях, где среди актеров, помимо уже отмеченных Рокуэлла и Макдорманд, представлен Гуди Харрельсон. Странная штука жизнь, да? Весь этот гнев порождает еще больше гнев. Картина не оставила равнодушным практически никого, и всеобщее одобрение только подогревает интерес к этой смелой и небанальной драме. Так что давайте не будем откладывать дело в долгий ящик, и прямо сейчас обсудим один из главных фильмов года. Друзья, снова «Зеленый зал кинотеатра Родина», и мы уже готовы посмотреть одну из главных премьер «Оскаровского сезона» «Три билборда на границе Эббинга-Миссури» от Мартина Макдоны. И в гостях у нас сегодня кинокритик, журналист, писатель Игорь Савель. Привет. Привет, привет. Мы хотели тебя пригласить на смерть Сталина, чтобы ее обсудить, но в итоге ее все обсуждают только заочно, потому что фильм так никто и не посмотрел. Но тут мы вспомнили, что есть другой фильм, который многие киноманы хотят посмотреть, и который уже отмечен глобусами сполна, и один из главных номинантов на «Оскар» – это «Три билборда на границе Эббинга-Миссури». Давай я начнем с твоих общих впечатлений. Мне показалось довольно неожиданное некоторое решение этого фильма. Тот сюжет, который там есть, связанный с убийством дочери, главной героини, с этими билбордами, с шерифом и так далее, этот сюжет на самом деле умещается практически полностью первые 10 минут. То есть, в общем-то… Ты думаешь, что дальше они могут предложить? Да, дальше начинается какая-то джазовая импровизация, начинается какое-то развитие бесконечного количества каких-то вариаций, взаимоотношений между этими героями. И в какой-то момент… Хотя сам фильм идет, в принципе, недолго по современным меркам, то есть меньше двух часов чуть-чуть, но в какой-то момент понимаешь, что, в принципе, он может закончиться, мог бы закончиться в любой момент, там где-то спустя час после его начала, но как бы он продолжается, продолжается, и когда ты видишь его финал, ты понимаешь, что, в принципе, это тоже мог бы быть не финал. И как таковой, допустим, там кульминации и прочих каких-то классических вещей здесь нет, и это по-своему забавно. Но это хорошая импровизация? Да, мне кажется, что да, потому что, в принципе, история выглядела бы достаточно скучно, если бы действительно она была сделана по-другому. Что там по закону нельзя размещать на билбордах? Кажется, там не должно быть клеветы и слов типа «ф***» или «ч***», да? Что, на твой взгляд, лучше всего удалось Макдоне, который здесь традиционный сценарист и режиссер? Лучше всего удалась игра с атмосферой, то есть вот это вот некоторое количество каких-то, ну, в том числе кинематографических клише, которые там в описании американской глубинки, в описании этих каких-то дорог. Южан, тем более, которые до сих пор такие. В продолжение какой-то традиции, которая, допустим, была заложена Твин Пиксом и так далее, то есть как бы вот эта вот атмосфера, он с ней довольно здорово как-то играет и создает какие-то неожиданные ситуации. Ну и плюс, особенно забавно то, что человек-то британец. Слышь, г***он! Чего? Чего, Диксен, да? Она только что г***ном тебя назвала! Насколько он выглядит как некий манифест, ну, свободы. В принципе, наверное, в ряду многих других голливудских фильмов, американских фильмов, он не выглядит как раз таким манифестом, потому что, в принципе, нельзя сказать, что героиня не получает какого-то отпора и что там с ней все как-то особо церемонятся. То есть там все живут по каким-то определенным законам джунглей, условно говоря. Ну, там просто нет противостояния еще им власть человек. Там, по сути, весь город ее, ну, по причинам, которые мы не будем говорить, осуждают. Ну да, то есть, в принципе, там нет такого замыкания на то, что там кто имеет право, кто не имеет право. То есть там все эти границы, они стерты. И действительно, это такая бесстрашная женщина. Ну, в общем, такой типаж, который мне напомнил уже какие-то существующие киноработы. Была такая одна из бенефисных ролей Джейн Фонда лет 10 назад, которая называлась какая-то там «Крутая Джорджа» или что-то. Да-да-да. Такой фильм, который очень похож как бы по лисунку. Господи, Джорджа! Не поминай имя Господа в Суе! Давай перейдем к актерским работам, потому что две из них уже отмечены наградами, и, собственно, три основных роли номинированы на Оскар. Давай начнем с Фрэнсис Макдорманд. Насколько я знаком с ее фильмографией, у нее было не так много главных ролей, кроме, собственно, Фарга практически ничего не вспоминается. Вот работа очень сильная, тем более, что это тоже можно назвать в каком-то смысле бенефисом, в том смысле, что актриса постоянно на экране, и как бы все события завязаны вокруг нее. Как ты считаешь, есть шансы, что она получит? Я думаю, что да. Я думаю, что она могла бы получить лучшую женскую роль. Ты знаешь, кто кинул банку? Какую банку? А ты что скажешь, милая? А, я ничего не вижу. Молодец. Два сразу актера номинированы в категории «Лучшая мужская роль второго плана» из этого фильма. Это Вуди Харрисон и Сэм Роквелл. Что скажешь по поводу первого и второго? Я думаю, что Роквелл, наверное, выглядит интереснее роль сама по себе, но я не ставлю эту заслугу актеру, потому что, наверное, она интереснее была написана, потому что роль шерифа, она такой добродетельный человек, которому негде развернуться практически, как мне кажется. Поэтому, естественно, Роквелл, который играет его подчиненного, он... Но Роквелл уже тем более отметили за лучшую мужскую роль второго плана, хотя у него были мощные роли в карьере, более чем и «Зеленая миля», «Признание опасного человека», дебют и режиссерский «Клуни», он главную роль играл. И вот у него ни одной было ни номинации никогда, ничего. И тут вот сразу победа. Ты как-то считаешь, на «Оскаре» он может повторить? Я думаю, что вполне. У нас две официальные жалобы насчет Билл Горда. От кого? От дамы с косым глазом. И жирного донтиста. Ты это серьезно? Кому ты его посоветуешь посмотреть? Практически всем. То есть как раз-таки, допустим, если есть фильмы, которые могут как-то разделить аудиторию... Типа кино не для всех? Да, потому что для кого-то слишком сложно, для кого-то слишком грустно, слишком весело и так далее. То есть здесь, в принципе... У тебя все чувства будут смешиваться, чередоваться. Этот фильм, он какой-то, на удивление, нейтральный в плане, в том числе какому-то эмоциональному, потому что, несмотря на то, что такая заявка связана с какой-то трагедией, с убийством дочери героини и так далее, там, в принципе, он не транслирует в зал каких-то сильных эмоций. Поэтому, допустим, люди, которые по-разному относятся к фильмам, к излишне драматическим или к комедийным, это практически какой-то нейтральный вариант. Друзья, в общем, если вы целенаправленно ждали три билборда на границе Эббинга-Миссурии или вообще не ждали такой фильм, то вам в одинаковой степени стоит на него сходить, потому что, действительно, это событие наградного сезона. В любом случае об этом будут говорить по телевизору. И даже если вы не особенно за этим следите, то все равно приятно, что называется, быть в теме. И, с другой стороны, это действительно отличное драматическое кино с элементами отчасти и комедии, и триллера, с великолепными актерскими работами. Поэтому даже нечего добавить. Фильм действительно оказался настолько качественен и хорош, о чем говорят его оценки, как зрителей, так и критиков, и многочисленные награды. Так что обязательно сходите в кино и точно не пожалеете. Закончена ли на этом печальная сага о трех билбордах на границе Эббинга, штат Миссури? Ничего не закончено, тупая стерва, все только начинается. Так и скажи всем в передаче «Доброе утро, с*** на Миссури, с*** у порта». Ну а раз уж сегодня мы так серьезно затронули тему борьбы человека за справедливость, то я предлагаю вашему вниманию «Пять прекрасных фильмов о борьбе человека с системой». И открывает наш список прекрасная гатака. «Маниакальная депрессия – 42% вероятности. Нарушение концентрации – 89% вероятности. Сердечная недостаточность – 99% вероятности». Когда-то Эндрю Никол был одним из самобытных авторов «Нового Голливуда». На его счету Симона и оружейный барон, а также сценарий к шоу Трумэна и терминалу Стивена Спилберга. После чего была неплохая, но невыдающаяся картина «Время» и совсем уж неприятная история под названием «Гости». Но вот в историю Никол войдет благодаря своему режиссерскому дебюту, который он уже вряд ли когда-нибудь переплюнет. «Добро пожаловать в гатаку, шансмены!» «Гатака» – идеальная кабинетная антиутопия, рассказывающая о дивном новом мире, в котором люди, рожденные традиционным способом, считаются непригодными для серьезной работы, а идеальные особи нового поколения рождаются из пробирок. Главный герой Винсент мечтает полететь в космос, но его статус не соответствует такому замыслу, и потому молодой мечтатель решает обмануть систему. «Спорим, я мог бы стать астронавтом, если бы захотел». «Эй, не ешь! Это Плутон!» По сути, весь фильм выстроен на поиске изъянов в идеальной структуре общества будущего и саспенсе от того, что героя в любой момент могут поймать за руку. В сочетании с эмоциональным посылом это напряжение заставит посмотреть гатаку, ни разу не взглянув на часы. Добавьте сюда прекрасную игру Итана Хоука и Джода Лоу, и фильм станет выглядеть еще привлекательнее. Так что настоятельно рекомендую ознакомиться. «Я тебе говорил, что у тебя замечательный прибор. Ты мне это каждый раз говоришь. Издержки профессии». Продолжает наш список классика на все времена, пролетая над гнездом кукушки. Если говорить о произведениях, в которых главный герой противопоставляет себя устоявшейся системе и не желает мириться с ее правилами, то более идеальный пример, чем роман Кены Кизи над кукушкиным гнездом и его экранизация, вы вряд ли найдете. «Извините, мисс, нельзя ли сделать потише эту музыку, чтобы двум парням можно было поговорить?» «Это музыка для всех, мистер МакМёрфи». Картину снял выдающийся режиссер Милош Форман, а спродюсировал совсем еще молодой Майкл Дуглас. По сюжету безалаберный и веселый работяга МакМёрфи попадает в лечебницу для душевнобольных, сам при этом не являясь сумасшедшим. Думая, что он отдохнет как следует в казенном учреждении за счет государства, он сталкивается с деспотичным режимом, установленным сестрой Рэтчет. Но Мак не из тех парней, кого так легко сломить. «То есть вы, мистер МакМёрфи, предлагаете изменить наш тщательно продуманный распорядок?» «Чуть изменить, разве это плохо, а?» Помимо выдающейся истории и филигранной режиссуры, зрители получили блистательную игру Джека Николсона, который получил за роль МакМёрфи свой первый Оскар. Помимо него, академики также отметили за лучшую женскую роль Луизу Флетчер, а еще создатели получили награды за лучшую режиссуру, сценарий и фильм, покинув церемонию абсолютными триумфаторами. Пролетая над гнездом кукушки, уже более 40 лет остается одним из главных фильмов в каталоге великой голливудской классики, посмотреть который хотя бы раз должен любой уважающий себя киноман. «Итак, мистер МакМёрфи, я насчитала только три голоса, а этого недостаточно, чтобы изменить наши правила. Сожалею». Добавим немного астросюжетности с хорошим боевиком Эквилибриум. «Я видел Бобби Тейлор сегодня плакал. Он не знал, что я вижу. Я должен донести на него?» В 2003 году на волне популярности «Матрицы» вышла во многом похожая на нее, но куда более недорогая и мрачная картина Эквилибриум. «Ты пойдешь в Эквилибриум, сообщишь об этом и получишь замену». И пускай фильм не особенно приглянулся критикам и фактически провалился в прокате, сейчас он заслуженно имеет статус культового. Представьте себе мрачное тоталитарное общество, в котором эмоции караются смертной казнью на законодательном уровне и поддерживают исполнение этого закона клерики, элитное подразделение безжалостных оперативников. Но что будет, если идеальный бессердечный клерик внезапно откроет для себя радость и красоту жизни даже в таких мрачных декорациях? «Ходят слухи, что один из нас, один из клериков, тайно перестал принимать дозу препарата». Помимо занятного посыла и сюжета, Эквилибриум – это еще и первоклассный боевик с впечатляющими поединками, погонями и использованием всевозможных видов оружия. В фильме сыграли Уильям Фихтнер, Эмили Уотсон и Шон Бин, которого постигла традиционная для его героев судьба. Ну а исполнитель главной роли Кристиан Бэйл уже спустя два года станет Бэтменом, а чуть позже так и вовсе одним из главных актеров своего поколения. Так что если вы любите остросюжетное кино, то Эквилибриум придется вам по вкусу. «Я удвою усилия, сэр, чтобы найти повстанцев, найти предателя и представить их на справедливый суд консулата». Не обделим вниманием и русское кино «Дурак» Юрия Быкова. «Да там фундамент сыпется на глазах, оттуда сейчас людей надо выводить». «Ты что, полоумный, да кто тебе разрешит-то без проверки?» Российское кино в большинстве своем до сих пор воспринимается зрителями как что-то некачественное и зачастую бездарное. И что касается коммерческих проектов, то чаще всего подобное отношение оказывается заслуженным. А вот в сегменте авторского кино наши соотечественники стабильно выдают два-три хитовых проекта в год. Но сложно представить другой российский фильм не для всех, который за последние годы был бы так же единодушно любим зрителями как «Дурак» Юрия Быкова. «Ты что, я не человек?» «Да дурак ты!» История о том, как простой сантехник не захотел остаться равнодушным перед лицом возможной катастрофы и пытается спасти людей, которые его об этом не просили, просто не может оставить равнодушным человека, который живет в этой стране и видит пугающе знакомые образы буквально в каждом кадре этой картины. «Да ты правда дурак! А ну пошел отсюда! Ну!» Да, антагонисты фильма в лице мэра и ее окружения выглядят местами чересчур карикатурно и монструозно. Того и глядя отправятся плясать на бал к Воланду. Но кто из нас не сталкивался с такими алчными и беспринципными людьми на любом уровне власти. От того дурак, которого в прокат выпустили иронично в один день с «Последним хоббитом», быстро разошелся сарафанным радио среди любителей кино и стал по-настоящему народным фильмом о поиске справедливости, после просмотра которого так страшно спросить себя, а что бы я сделал на его месте? И завершает наш список бойцовский клуб. «Первое правило клуба – не упоминать о бойцовском клубе». Белый воротничок, не имеющий имени, в одночасье теряет все и заводит дружбу со странным парнем по имени Тайлер, который не спит по ночам, варит мыло и рассказывает целые проповеди о том, насколько прогнило общество и понятие человека в целом. Для начала они организовывают бойцовский клуб для желающих выпустить пар, однако позже их небольшая организация перерастает в нечто большее под названием «Проект Разгром», который объявляет войну всему, что им ненавистно, а дальше будут только интриги, хаос, мыло. «Мыло. Простите? Я произвожу и продаю мыло». Если прочие герои нашего сюжета пытались обмануть систему или сражались с отдельными представителями власти, то Тайлер Дерден бросил вызов всему обществу потребления, которое для поколения Икс, выросшего на стыке веков, выглядело самым страшным проклятием – превратиться в хомячков, живущих в уютных кондоминиумах и вырабатывающих энергию для всемогущих корпораций. «У нас есть новые данные по инциденту в принадлежащем вам кондоминиуме». «Да, да». «Не знаю, известно ли вам об этом, но кто-то впрыснул фреон в замок входной двери». Дэвид Финчер виртуозно перенес на экраны нервную прозу Чака Паланика, а Брэд Питт и Эдвард Нортон в компании Хелена Боннам-Картер создали один из самых крутых и запоминающихся актерских ансамблей в истории кино. Напомню, что фильм провалился в прокате и обрел культовый статус только на видео. Наверное, такой и должна быть судьба последней контркультурной классики, которой и стал бойцовский клуб. «Тайлер Дэрден». «Вы знаете, что смешав бензин с апельсиновым соком, можно изготовить напалму». «Мои ненавистники не унимаются. Тоня, расскажи правду». «Ответьте, пожалуйста, пожалуйста!» «Но нет в мире одной правды. У каждого правда своя». Самая спортивная премьера недели – это «Тоня против всех» от Крэйга Гелеспи. «Я была лучшей фигуристкой в мире в какой-то момент». «Это кто?» «Нам нужна идеальная американская семья». «Да у меня отродясь такой не было». «Ты каталась, как жирная корова. Я со стыда сгорела». «Мне всю жизнь талдычили, что я ничего не добьюсь». «А я вот возьму и добьюсь». Пока остатки сборной России по фигурному катанию готовятся к поездке в Пхенчхан на Олимпийские игры, россиянам предлагают посмотреть на историю Тони Хардинг – призера чемпионатов мира и спортсменки, за которой тянется огромный шлейф негатива. Это не история успеха, это история скандала. Это что, справедливые оценки? С учетом артистизма, да. Да пошла ты! Нам надо уравнять шансы. Я знаю парня, не стоит называть его имя. Дерек. Пресса хотела вылепить из меня дерьмо. Я этого не делала. Роль Хардинг здесь исполнила Марго Робби, которая также выступила и одним из продюсеров фильма. Ну а подыгрывали ей Бобби Коноваля, Себастьян Стэн и Баяна Навакович. Ты меня в детстве хоть любила? Я чемпионкой тебе сделала, несмотря на ненависть в ответ. Вот она, материнская жертва. Скорее, проклятие. Америка. Ей нужно кого-то любить. Нужно кого-то ненавидеть. Ну как так? С другом. Фильм «Гелеспи» – это одновременно смешная и грустная история, которая точно не оставит никого равнодушным. Ну а Марго Робби должна открыться для вас с новой стороны. Тони против всех. Уже в кинотеатрах. Размеры XL на ваш выбор. Перечный, болотный и баклажан. Сливовые вашего размера кончились. Я принесла коричневые и черные. Но я просила сливовые. Думаете, баклажан будет смотреть? Не знаю, надо смотреть. Просто выберите цвет и все. Александр Пейн – мастер трагикомедии, любимец киноакадемии и режиссер таких картин, как «Ошмите» и «Небраска». А также лауреат премии «Оскар» за сценарии к фильмам «Потомки» и «На обочине». На этой неделе обычно тяготеющий к реализму Пейн выпускает в прокат свою первую фантастику под названием «Короче». Фантастическая история о неожиданном решении проблемы перенаселения планеты. Норвежские ученые придумывают технологию по уменьшению людей, благодаря которой через 200 лет весь мир можно сделать миниатюрным. К тому же мини-жизнь предлагает массу финансовых выгод, так что простой парень Пол и его жена Одри, недолго думая, решают оставить свое унылое существование в Амахе и пройти процедуру уменьшения. Это их решение повлечет за собой самые удивительные последствия. В фильме сыграли Мэтт Дэймон, Кристоф Вальц, а также Лора Дёрн, Нил Патрик Харрис, Джейсон Судейкис, Кристин Уик и такие подзабытые актеры, как некогда легендарный злодей Уда Кир и звезда сериала «Бухта Доусона» и «Правил секса» Джеймс Вандербик. Пожалуйста, как можно крупнее. Я совершил ошибку. Любой мужик после развода опустошен. Но тут есть способы повеселиться на полную катушку. У меня аллергия. Стой! Стой! Я хочу походить босичком. Открой глаза. В мире есть на что посмотреть. И ты можешь сказать себе, «Мой Бог, что я сделал?» Эта женщина очень больна. Помогай ей. Вот люди, которым нужна помощь. Обычно и изногласно благосклонные к фильмам Александра Пэйна критики на этот раз разделились на два лагеря. Одни считают, короче, блестящей сатирой, другие же сочли его слишком затянутым и не смешным даже для трагикомедии. Оттого и нам с вами куда интереснее сходить в кино, чтобы составить свое собственное мнение. Короче, мы созданы для большего с 1 февраля. У них там творится что-то очень важное. Все под семью замками. Зачем я тогда уменьшился? Для того, чтобы здесь и сейчас у меня наконец-то есть шанс сделать что-то важное. Кажется, что ты в нормальном мире, и тут вдруг на тебе. О, Боже. И ты видишь, что нет? Люди всячески пытаются стать товаром, который можно выгодно продать. Меня лайкнули, значит я существую. Главная российская премьера недели – это селфи Николая Хомерики. Скажи мне по-братски, ты свои книги с себя писал? Мой герой – это не я. Я намного хуже. Успешному писателю и телеведущему Владимиру Богданову все надоело. Он потихоньку спивается и совершенно потерял вкус к жизни. Когда однажды утром он находит свою ассистентку мертвой, его жизнь неожиданно захватывает двойник. И теперь настоящий Владимир Богданов становится изгоем. Следующий вопрос, пожалуйста. С подарком для Таши надо определиться. Для какой даши? Для дочки вашей. Ты хоть помнишь, какой сегодня день? Романы одного из главных мейнстримовых российских писателей нулевых Сергея Минаева, как правило, очень кинематографичные, и российские продюсеры давно ходят вокруг писателя. Он, в общем-то, и сам не против. Экранизация Духлеса получилась не самой плохой, с киноверсией романа «Зателки» что-то не сдалось, а вот селфи вы можете посмотреть уже на этой неделе. Да его никто не любит. Даже он сам. Извините, а вы кто? Богданов Владимир. Богданов уже давно дома. В главных ролях здесь Константин Хабенский, Юлия Хлынина, Фёдор Бондарчук, Северия Януша Ускайта и многие другие. Ну а у руля проекта Николай Хомерики ответственный, например, за сказку про темноту и ледокол. Главное достоинство ленты – безусловно, актерские работы. Константин Хабенский старался как мог, но даже ему оказалось не под силу добавить немного действия в этот психологический триллер. Впрочем, не за действием же вы ходите на фильмы по Сергею Минаеву. Селфи уже в кинотеатрах. Этот? Этот. Ты что творишь, Макс? Да он в сто раз лучше, чем ты. Не подходи! Я убью её! Вот и всё на сегодня. Увидимся совсем скоро. Надеемся, вы выбрали фильм себе по душе, чтобы как следует провести ближайшие выходные. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и не забывайте посещать наш городской портал QTV.ru. С вами была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!